Жизнь сразу четырех человек оборвалась во время ночного пожара в Свирске. Причем двое из погибших это дети. Их тела, также тела двух взрослых, были найдены во время разбора завалов. Установлено, что пожар начался с веранды частного дома, где спал 33-летний погибший. Скорее всего, он заснул с непотушенной сигаретой. Когда дым заполнил помещение, мужчина уже не смог выбраться. Аналогичная участь постигла его мать, а также двух восьмилетних мальчиков. Они задохнулись в доме. Известно, что один из погибших школьников был усыновлен. Примечательная семья характеризовалась положительно. В поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних небо подало. Один ребенок у нас, ну, по счастливой случайности, оказался в ту ночь у тети. Ну, с этим, то есть, остался в живых. В ходе пожара сгорела пристройка дома. Сам дом не загорелся. Следственным отделом по городу Черенхово, Следственного комитета по Иркутской области, возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование уголовного дела, проводится комплекс следственных действий. Также будет в ближайшее время назначен комплекс необходимых экспертиз. Расследовать подобные трагедии в этом году приходится гораздо чаще, поскольку число погибших и тех, кто получил травму в бытовых пожарах, только растет. Как подтверждение, ситуация с возгораниями за последние 24 часа. В собственной квартире в огне погиб житель Устилимска. Его тело спасатели обнаружили в ванной. Официально одна из версий о причинах пожара звучит так. Неосторожное обращение с огнем при курении. В зоне максимального риска находятся в первую очередь неблагополучные семьи. Чтобы уменьшить число трагедий во время пожаров, в этом году спасатели пошли на крайние меры. Одно из мер профилактики техногенных пожаров – оборудование мест проживания малообеспеченных семей системами раннего обнаружения. Штыркутская область в этом направлении также двигается. За счет бюджетов разного уровня спланировано порядка 12 миллионов рублей. Уже выделено порядка 5 миллионов рублей. Уже 670 семей обеспечены вот этими приборами раннего обнаружения.